Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Land Rover Discovery 3-й 2006 года выпуска с двигателем 2.7 на автомате На этом автомобиле мы сегодня снимем моторчик заднего дифференциала и обслужим его Стал издавать при включении переключении, ну когда зажигание включаешь, выключаешь, посторонние звуки он работает, но со скрипом Поэтому мы сейчас поднимаем автомобиль снимаем мотор и смотрим, что там нужно промыть, прочистить и смазать Также мы обработаем электрические разъемы на нем нано протеком Покажу смазку Поднимаем автомобиль и снимаем моторчик Вот моторчик Сейчас я его подсвечу Вот он он Крепится он тремя болтами Как откручивать его я показать не смогу потому что здесь неудобно и снимать и показывать Но вот когда я его сниму я уже на нем покажу какое крепление И на снятом крепление где он на мосту тоже покажу Сейчас немножко вокруг обдую компрессором чтобы когда снимать его будем грязь не попала в мост И откручиваю Снял мотор Сейчас раскидаем его Немножко помыл он мовилем весь обработанный дни сейчас замовили на его автомобиле Особо тщательно не чистил Но смыть основное смыл Разберем весь везде где можно смазать помыть помоем Начнем с того что открутим редуктор Здесь шестигранник 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 Пятерочка Шестигранник 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 Я еще пока не разобрал, его сразу хотел показать. Ладно, пусть стоит. Крепится он четырьмя болтами. Стоит вот таким образом, если смотреть. Здесь фишка разъем. Разъем одевается круглый, но вот у него фиксатор видно вот так заходит и поворачиваясь фиксирует. Если снимать против часовой стрелки назад, чуть-чуть поворачиваете, с усилием он получается, когда поворачивается, он же выдергивает разъем. Поворачиваете и стягиваете. Здесь вот болт и здесь болт. До этого более-менее подобраться, до этого тяжело. Но вот сюда получается. Его не видно никаким образом. Просто берете удлинитель. Удлинитель я здесь взял на 75 миллиметров и головочка на 8. Все болты, головка на 8. С 75-м удлинителем и малой трещоткой смог открутить. И закручивать буду точно так же. Единственное неудобство, когда буду ставить, покажу, его заводить неудобно там между глушителем. Поэтому мы, когда намажем его герметиком, при установке будем заводить очень аккуратно, чтобы не смазать герметик. Это вот такие... Почему это не показал при демонтаже? Это неудобно там делать. Места очень мало и и камеру буду руками просто закрывать и все. Откручиваем редуктор. Болты внутри окислились. Почистим их перед тем, как собирать. Машина 2006 года. Редуктор, моторчик не снимался. Можно ездить до Победного, пока он не в клиник, но стоит он дорого. Здесь тоже видно все окислилось. Резиновое кольцо уплотнительное. Это сам мотор. Он сидит здесь на оси, но у него какие-то звуки. А, ничего, нормально все. Это. Так, ладно. Это почистим. Теперь снимем крышку. Стопорное кольцо с разъема. Здесь торкс Т20. Я хочу снять крышку, посмотреть, что там под крышкой. melдомолоса Сallyтас Сморава. ein и мед. Отран. Так, ну и, наверное, открутим сам мотор. Субтитры сделал DimaTorzok. Здесь штифт. Подшипник живой. Сейчас посмотрим щетки. Щетки живые. Поэтому здесь мы разбирать... А, одна щеточка подношена. Нет еще? Нет, еще нормально. Нормально показалось. Здесь просто проводка. Тогда мы ее просто обратно закрутим. И не будем туда уже лезть. Сидит она на прокладке. Честно говоря, я не увидел, что здесь могло издавать такие звуки. Ну, сейчас помоем. И продуем. Подтяну уже, когда поставлю магнит. Здесь стоит сальник у нас под ним. Единственное, что шумит, это только вот эта шестерня шумит. Здесь нет подшипника. Здесь он сидит на втулке и мажется маслом, которое находится в редукторе заднего моста. Это продуем. Ну что, все продул, все прочистил. Вот нано-протек, про который я говорил. Сейчас возьму здесь контакты, все обработаю. Также потом обработаем и этот разъем. И здесь, и входящий, ответный. Как ее притягивает. Открывает. Там. Добавляем. Зай. Добавляем. Добавляем. Показывает. Добавляем. Что, вручение. То есть, что мы говорим. Мы зависимая. А. Товое мер. Его разъем. Добавляем. Свойства нанопротека вытесняют влагу 100%. Все части можно в автомобиле электрические покрывать им. Колечко почистил, смажу его силиконом, силиконовая смазка. И устанавливаю на место. Наживляем болты. Резьбу болтов я почистил, была окисленная. Резьбу болтов я почистил. Резьбу болтов. КОНЕЦ 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 Ставим на место стопорное кольцо И обрабатываем разъем Идем чистим на корпусе заднего моста Посадочное место от старого герметика И будем устанавливать Вот Почистил здесь площадочку Пальцами уже не трогаю Я обезжирил ее Сейчас немножко намажу здесь герметиком Тонким слоем И тонким-тонким слоем намажу сам корпус редуктора Ну моторчика Потому что заталкивать приходится Вот здесь вот снизу Вот так аккуратненько Буду стараться Чтоб не смазать герметик Ну если где-то немножко смажено моторчики То останется у нас на корпусе заднего моста Вот он разъем Про который я вам говорил Вот Круглый Вот это поворачивается наружный у него фиксатор Завел редуктор Моторчик Поставил его И наживляем Болты Болтик Здесь И симметрично Теперь с другой стороны Я сейчас попробую Сделать это с камерой Если получится Нет Не получится С камерой Камера мешает Ну вот Как вот видно Сейчас берем эти болтики Затягиваем А потом уже Устанавливаем разъем Все Все четыре болта я затянул Сейчас Со стороны колеса Сбоку Машина у меня подвешена Колесо Позволяет залезть сбоку Побрызгаю разъем И одену его Вам будет видно Сбоку Сбоку Все Разъем отдел Фиксатор повернул Здесь вот сбоку Проводка у нас Защелкивается На клипсе Защелкиваем ее На этом моторчик Мы заменили Вернее мы его не заменили Мы прочистили его Прочистили Смазали Заводим Проверяем Ну-ка Включай Выключай Включай Выключай Все Нету скрежета Нормально стал отрабатывать Включаться Выключаться Всего вам доброго